Русский музей представит специальную программу «Петербург. Музей. Кино». В январе на площадке Центра мультимедия Русского музея пройдут кинопоказы и встречи с музейными специалистами и киноведами, посвященные теме формирования образа Санкт-Петербурга в изобразительном искусстве и кино. В художественных и документальных кинолентах и произведениях изобразительного искусства города Петра Первого город Петра Первого предстает как миф, как герой и главное действующее лицо, особое пространство и время, как уникальный культурный код. Да, вот как раз о главных особенностях любимого города в изобразительном искусстве и кино поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Мария Гладких, начальник службы Виртуальной Русской музеи Государственного Русского музея «Доброе утро» и Светлана Бирюкова, заведующая отделом Центра мультимедии Русского музея, естественно, Государственного Русского музея «Тоже доброе утро» вам говорим. Ну, стоит сказать, что в программу киносмотров, кинопоказов вошли ленты из архивов Госфильмофонда, Ленфильма, Русского музея. Вот насколько вообще, на ваш взгляд, как раз-таки взгляд художников, творцов, создателей живописи, создателей кино влияет на восприятие города в глазах уже и петербуржцев, и гостей города, и всех, кто будет знакомиться с этим творчеством? Это же очень важно. Синематограф расцветал в 30-е годы, и это своя стилистика, это синтез всех искусств, это великчайшие мастера того времени, да, режиссеры, артисты, музыканты и так далее. И это, конечно, фильмы, которые потрясают. Некоторые мы вообще-то еще и не видели, потому что они проходят тоже свою реставрационную подготовку. Фильмы 28-го, 30-го какого-то года, они нуждаются в обработке сегодня. А мы соединяем, соответственно, показы вот этих незнакомых лент с рассказами о каких-то явлениях в изобразительном искусстве, которые как-то связываются. И формируют уже такой облик города тех времен. Синтетический, я бы сказала, даже медийный облик города. Хочу сказать такую вот, вчера включила аудиокнигу «Ледяной дом». Ну, проверить кое-что надо было. Старый роман, который читался тысячу лет назад, да. И сразу же такая мысль проскочила. Вот как в 18-19 веке сидит барыня, а ей вслух читают. Вот это медийное качество, текст, литературный текст, читаемый вслух, вот он гораздо к нам вернулся. И мы вот в центре мультимедиа так незатейливо возвращаем какие-то такие медийные штуки, которые вообще-то были, а сейчас вот новыми инструментами воспроизводятся. Да, но образ города формируется не только визуальными искусствами, о которых мы будем говорить. Он и в литературе, да, и у каждого города есть свой тон, есть свое лицо, и Петербург знают, да, вот таким, каким знают этот город. Город белых ночей, город туманов. Он также пришел к нам из литературы, в первую очередь, конечно, изобразительного искусства. Вот о чем мы и говорим. Вот оно, изобразительное искусство, как работали художники, и как увидели они его сами, и как они иллюстрировали знаменитые литературные произведения. И мы видим вот эту трансформацию образов, которая происходила с XVIII века, вот по XX. Мы посмотрим и город Петра на основе коллекции Русского музея, и мы увидим уже ленту Асса. Это уже 80-е годы, это Советский Союз. И вот наш прекрасный, разный взгляд, и получается, что где-то это место действия, которое обуславливает, собственно, все события, которые происходят, а где-то это, собственно, главный герой. Но получается, что взгляд художников во многом это такой фантазийный, домысленный образ, а зритель-то может это все принимать за чистую монету. Еще как принимает, и вообще это наше любимое занятие в русской истории. Или есть в этом документальность какая-то тоже? Нет, ну какая может быть документальность в 1928 год, например, фильм про ледяной дом, а событие происходило ровно почти 180 лет назад. Ну, конечно, другой уровень исторической науки, другой отношений. Вообще нету историзма в литературе как такового. И вот роман Ложечникова, посвященный ледяному дому, тут же встретил такое мягкое, очень прям великолепное сопротивление у Александра Сергеевича Пушкина по вопросу исторической истины. Вот как раз вашему вопросу, что выше, историческая истина или поэзия? Ну, то есть вымысел. Зритель-то воспринимает это все абсолютно так. Да, он так мягко дал понять Ложечникову тогда, что, ну, в общем, не все так плохо было, не такие уж они и плохие были эти иноземцы, у них есть там свои заслуги. Ну, Ложечников написал там 100 500 слов, клемя всех иноземцев и так далее. Ну, вот такой был дискурс. И в дальнейшем этот миф «Ледяной дом» переместился в живопись, в оперу, в фильмы 20 века и в литературу 20 века, вплоть до пекуля. Вот прямо все. И миф держится и продолжает жить. А вот с помощью наших комментариев к картине, к фильму... Как раз-таки исторический процесс. Мы немножко добавляем, да, и немножко обращаем внимание на то, что где-то что-то немножко не так. И это, ну, это любимое занятие русской истории. Нужно сказать, что документальность тоже будет присутствовать. 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от блокады, мы будем показывать, во-первых, и «Блокадный трамвай». Это фильм директора Русского музея Владимира Александровича Гусева из «Цикловек Русского музея». Также будет документальный фильм о том, как город переживал эти дни. И встреча с режиссером фильма. А вот, например, сегодня программа показов открывает фильм 1929 года. «Обломок империи». Вот Василий правильно заметил, фильму почти 100 лет. Вот этот фильм, он в каком вообще состоянии будет показан? Он реставрирован, его цветным сделали, как это сейчас модно. Обязательно. Это оцифровка и реставрация. Все это происходит, конечно, благодаря усилиям Госфильмофонда России. Это наш партнер, с которым мы уже не первую программу проводим. Но самое главное, что это не просто просмотр фильмов, это комментарии искусствоведов и киноведов. И наш давний партнер — это киновед, научный сотрудник Госфильмофонда России Сергей Агудов, который и выходит к нам на связь из Москвы, и приедет сюда, в Петербург. И мне кажется, это уникальные, конечно, такие встречи, когда мы можем обсудить фильмы, как раз вот задать те самые вопросы. Где миф, где правда? Ох, там, конечно, сюжет фильма отдельного разговора заслуживает. Мария, Светлана, спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам в большой утренний эфир. Я думаю, что посетителям кинопоказов точно будет, что посмотреть и о чем поговорить, и поразмышлять. Это самое важное. Спасибо большое. Благодарим Марию Гладких и Светлану Бирюкову. И желаем вам, конечно же, замечательного мероприятия, очень важного, как выяснилось. И приглашаем всех в Центр мультимедиа. Показы бесплатные, регистрация на некоторые дни еще открыта, поэтому ждем. Вся информация на официальном сайте Русского музея можно найти.